Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Сегодня начну с виртуальной жизни. Если тебя нет в социальных сетях, значит ты вообще не существуешь. В соответствии с этой современной парадигмой, я второй раз появился на свет в социальных сетях 1 сентября 2019 года. Сегодня, спустя почти два месяца от моего интернет-рождения, можно сказать, что я еще совсем не смышленыш. Но едва начав делать первые шаги, я уже вызвал массу критических замечаний, что не так хожу, не так говорю, но были и люди, которые искренне заинтересовались моим творчеством и моей скромной персоной. А подписчицы женского пола не были бы женщинами, если бы не стали интересоваться, женат ли я, а если да, то на ком. Удовлетворяя любопытство моих уважаемых подписчиц, сегодня я расскажу о своей супруге. Конечно же, встреча наша была очень романтичной. После дефолта 1998 года, в ходе борьбы за выживание, мне со своей компанией пришлось переехать из центра Москвы на выселки, на пятую улицу Соколиной горы, и затеряться там в полуподвальном помещении одного жилого дома. Дом был населен прекрасными людьми, которые бросали сверху и на сотрудников, и на наших посетителей, все, что было у них под рукой, начиная от гнилых яблок и кончая пустыми бутылками. Но была у них такая слабость, бросать мусор в окно и желательно на проклятых капиталистов и их клиентов. Но это были еще не все прелести этого прекрасного дома. В нашем офисе еще и не хватало электричества для полноценной работы сотрудников и освещения. Для полуподвального помещения, да еще находящегося в тени деревьев, свет был жизненно необходим. Поэтому я пригласил по рекламе одну компанию, специализирующуюся на подключении различных предприятий к энергосетям, а также на увеличении необходимой для работы электрической мощности. Кто не занимался бизнесом в Москве, тот даже не догадывается, какая это глобальная проблема, получить у Мосэнерго дополнительную мощность или присоединиться к городским электросетям. Похождения по кругам ада, описанные Данте Алигьери, покажутся вам детской забавой. Именно поэтому я пригласил профессиональную компанию, так как до этого сделал пару неудачных попыток получить эту дополнительную мощность самостоятельно, с целью экономии средств. Но этот номер у меня в Мосэнерго не прошел. На халяву там никто еще не проскакивал. Более того, эти неудачные попытки вызывали у меня глубокий пессимизм и неверие, что хоть кто-нибудь сможет мне помочь. Но все мои сомнения развеялись, как только в мой кабинет вошел представитель этой компании. Это была очень красивая молодая женщина, блондинка. Мой полусумрачный кабинет сразу же озарился светом. И в ту же минуту я почувствовал, что не только попадаю в очень надежные руки, но еще и влюбляюсь. В скорости были решены мои не только производственные, но и личные проблемы. Я получил и свет, и совет, и любовь, и самого лучшего друга, и помощника, и еще в придачу четверых прекрасных детей, которых подарила мне моя прекрасная супруга. Вот такая вот романтичная история с нехваткой электрической мощности. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова